День Ивана Купалы. В грядущие выходные будет отмечаться один из самых известных и загадочных народных праздников. Его история уходит в глубокое прошлое. Тем удивительнее, что его традиции сохранились до наших дней. Предки считали, что именно в эту ночь вода, огонь, цветы и травы приобретают магические свойства и исцеляют от всех болезней. А что об этом празднике известно сейчас, узнала Анастасия Новичкова. Праздник Ивана Купалы в 2024 году, как и всегда, приходится на 7 июля. Однако отмечать его начинают еще накануне, вечером 6 июля, сразу после захода солнца. Как правило, гуляния продолжаются всю ночь. Мы решили узнать у тверичан, как они относятся к этому языческому празднику и какие ритуалы принято совершать. Через костер прыгают, цветок ищут. Вообще прикольно. Сразу скажу, да, прикольно, потому что лето, как-никак, все. По традициям особо больше, честно, ничего не знаю. В основном только вот всем идти купаться. Что прыгают через костер Иван Купала? Наверное, купаться можно, нужно после костра. В наших реалиях, наверное, интересно. Нужно себя чем-то развлекать. Далеко не уедешь, за границей недоступно. Наверное, стоит возрождать такие традиции. Я думаю, что да. Тем более погода позволяет. Иван Купала, не знаю, что-то там, со сказок что-то такое. Ну, он прыгает через костер, венки носят, купаются. Вот, получается, вот такой вот обряд. Такое надо устраивать. Раз в год хотя бы что-то надо делать. Ну, чтобы дома не сидеть за компьютерами, там, за телефонами, проводить с семьей время. Купала и говорит сам за себя. Купались, ходили в лес, собирали цветы папоротника, как будто бы он цветет в эту ночь с шестого на седьмой. А так вообще к нормальным вот таким славянским, христианским праздникам я очень хорошо отношусь и отмечаю их подобающе. Большинство тверчан знают про этот праздник, но признаются, что обряды помнят смутно. Но, несмотря на давность праздника, традиции остаются прежними. Это купание в озерах и реках, прыжки через очищающий огонь и сбор трав. В народной культуре Иван Купала имеет важное значение. Особо это подчеркнул знаменитый прозаик и драматург Николай Васильевич Гоголь в своей повести «Вечер накануне Ивана Купала», которая входит в книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки». И благодаря сохранению культурных традиций о подобных праздниках помнят и по сей день.